всем привет ребята у меня начинается так сказать неделя шераза я тут прикупил несколько разнообразных шеразов недавно и решил выбрать какой из них самый интересный конечно любовь к шеразам у началась после того как я попробовал вот этот мускулистый мэн мускул мэн шераз австралийский тринадцатого года просто был шикарен так я еще себе прикупил вот такой шераз крымский золотое поле кимерия линейка называется посмотрим ну его скорее всего оставлю на десерт чтобы уже сравнить с другими есть у меня два чилийских это авес дельсур вот такой восемнадцатый год выдержанный шераз это раз еще есть у меня торговый маркет терра матер вот такой шераз тоже выдержанный коверной савиньон вообще для меня вот этой торговой марки самый лучший который только пробовал 14 год тоже уже такой настоялся должен быть 10 лет вину должен быть хорошим так здесь у меня здесь у меня медалист это южноафриканский шераз называется the very sexy сексуальное вино интересно очень так ну есть такой базовый австралийский который разливали по моему в бельгии самый недорогой но зато австралийский посмотрим потом на него есть итальянский сицилийский кусумана бенуара сицилия 21 год вот такая бутылка кстати самая дорогая из них вот эти которые здесь находятся ну что с какой начнем ну давайте начнем ну с южноафриканского сексуального шераза вот такая бутылочка кстати на нем всякие медальки я почитал у этого вина 11 медалей очень интересно ну давайте так хорошо колпачок у нас термоусадка есть открывалка поехали есть так премиум премиальное вино ничего себе очень интересно такая пробочка премиум посмотрим насколько он премиум сейчас налью итак читаем этикетку значит купил это вино я в магазине drink начальная цена была 1230 но я его купил по скидке за 984 рубля вот такое вино значит виноделие называется клуф the very sexy шераз регион дарлинг двадцатый год хорошо читаем дальше вино стартовое выдержанное красное сухое региона дарлинг юар very sexy шераз год ружья двадцатый местное происхождение града южноафриканский скай республика так хорошо хорошо алкоголь четырнадцать с половиной дата розлива двадцать четверто ноль шестое двадцать второе выдержка была где-то год у него дубовых бочках ну что ж посмотрим южноафриканский шераз не пенотаж но шераз 11 медали ну цвет насыщенный темная вишня хорошо красивый цвет аромат этого вина поехали первый нос ну что первый нос это спелая-спелая вишня кожа дым сбалкну это винишко специи разнообразные еще есть запах мужской и потной раздевалки вот примерно что то есть такая ассоциация с потной раздевалкой а может быть и женской кто его знает табак дуб в общем довольно таки глубокий интересный разнообразный аромат аромат шераза в случае долине пробовал шераз там такого не было аромата немножко было все по-другому но это похоже на шераз да гвоздика слива ну в общем интересный аромат не нравится хороший ну что пора пробовать южноафриканский шераз с него начнем поехали ну неплохо очень неплохо конечно вот это вино выигрывает хочу сказать ребята однозначно ну давайте поговорим про это вино долгое обволакивающие такое приятное послевкусие пряности чувствуется дерево мягкие такие очень бархатистые танины хорошая кислотность о пошел шоколад пошел чернослив переспелая переспелая вишня вино довольно таки сбалансированное округлое вино мне нравится алкоголь не выпирает специи специи ощущаются во вкусе еще глоточек ребятам очень мягкое вино пьется очень мягко очень приятно очень приятно в общем и целом вино очень хорошее сексуальное скорее всего но на люселе своей жене проверим ну что ж мне понравилось это вино все очень хороший южно-африканский ширас смотрите о я вспомнил у меня где-то там надалеке есть еще один южно-африканский ширас кстати я до него совсем забыл ну ничего дойдет время до него на этом все пишем комментарии подписываемся пьем ширас до свидания